Эквестрия довольно сказочный, необычный и интересный мир, в котором правит мир, дружба и гармония. Но так ли это на самом деле? Что если призраки прошлого выплывут наружу, а скелеты покинут свои шкафы? Что если все привычные вам вещи вдруг неожиданно поменяются? Светлое обрастет темными тонами, а темное... ну... темное оно ведь всегда остается темным. Очень скоро начнутся эквестрийские игры, одна из важных традиций в Эквестрии, где пони и грифоны, а также другие народы участвуют в спортивных состязаниях. Но что если праздник, который посвящен дружбе и гармонии, перерастет в нечто более темное, зловещее и непонятное привычному обывателю? Что если древние и давно забытые страхи вновь выплывут наружу? Что если хрупкий баланс сил на этом невиданном континенте вдруг будет нарушен? Ответ на это мы получим уже очень и очень скоро. Ну а команда Эквестрии Творы, я в том числе поздравляю вас с наступающим днем согревающего очага. Желаем вам, чтобы в вашей жизни было как можно меньше нейтмормон и всяческих проблем. Ну а теплого и светлого было как можно больше. Все-таки как бы то ни было, хрупкий баланс сил должен быть восстановлен, ведь у нас здесь мрачная и темная фэнтези. Поскольку принцесса Селестия некомпетентна, нам нужно как можно скорее организовать комиссию по внутренней и внешней политике. Эквестрия не может позволить игнорировать приближающуюся опасность. Вокруг нас находится несколько достаточно агрессивных по отношению к нам стран, и вполне возможно, что как только у нас в стране начнется какая-то нестабильность, они воспользуются сложившейся ситуацией и ударят нам в спину. Естественно, это Сталионград и Чейджинги, наши древние исконные враги. Да и собственно вообще, наша страна перешла в эпоху стагнации. Последнее время мы достаточно слабо реформировали наше внутреннее устройство. У нас есть огромное количество проблем в экономике, армии и во всех сферах жизнедеятельности нашего общества. И если в ближайшее время принцесса Селестия не сможет изменить сложившийся порядок вещей, то быть беде. Первым делом мы займемся нашей экономикой и попытаемся установить саталилитейные заводы в Майнхэттене. Это послужит началом хорошего продуктивного сотрудничества с местными предпринимателями. И возможно в ближайшем обозримом будущем Эквестрия вновь встанет с колен. Кристальная империя планирует проводить свою жалкую ярмарку, но у нас просто нет средств для того, чтобы спонсировать это начинание. Да еще и Луна, как она посмела вообще пытаться поставить себя выше великой принцессы Селестии. Если она хочет править на равных, то пусть сама реализует свои реформы. Естественно такое положение вещей просто-напросто взбесило бедную пони. Бед пони заслуживают того, чтобы вернуться в нашу страну и быть равноправными членами нашего общества. Поэтому больше разговаривать с Селестией смысла нет. Мы захлопнем за собой дверь и начнем собирать свое собственное правительство. Судя по всему, Луна просто так не собирается сдаваться без боя. Она будет требовать референдум. Все те реформы, которые предложила Селестия, просто ничтожны и вызывают лишь хаос в наших рядах. Пора бы напомнить ей, кто здесь главная. К сожалению, в данный момент Луна слишком слаба для того, чтобы вступать в открытую конфронтацию с Селестией. Ей нужно либо собрать сородников, либо обратиться к элементам гармонии за советом. Луна принимает решение обратиться к элементам гармонии. В то же время Селестия пытается отвлечь внимание холопов на строительство железной дороги. Становится ясно, что Луна, хоть и считала свою речь катастрофическим провалом, но все-таки смогла воодушевить достаточно большое количество населения Эквестрия. Очень многие готовы стать под ее знамена. Осталось лишь превратить эту искру в пламя. Все больше пони предлагают ей свою поддержку, и мы справимся, не так ли? Мистинайт видит странный сон. Ей кажется, что Найтмармон сквернила нашу поняшку Луну. И, возможно, ей стоит отправиться на склады в Дуке для того, чтобы проверить все лично. Конечно, это всего лишь сон, но, кто знает, возможно, за этими тенями скрывается нечто более зловещее. Обнаружив склад, Мисти решила, что нашла свое признание. Она не побоится замарать свои копыта ради свободы всех пони в Эквестрии. Повлияла ли на ее решение некая сила, или она сама приняла это волевое решение, не знаю. Но, возможно, у нашей Луны появились новые соратники. Баланс сил восстанавливается, и скоро у Селестии будет довольно серьезная позиция. В свою очередь, Луна продолжает свою политическую кампанию, и на этот раз начинает битву за сердца и умы мейнхэттенских рабочих. Выступление увенчалось успехом, она получает в свое распоряжение достаточно большие силы. Это будет полезно в случае начала открытой конфронтации. Все больше и больше простых работяг стекаются под знамена Луны, ну а она продолжает свою кампанию. В то же время, Бэтпони собирают организованное ополчение, чтобы помочь защитить протестующих Луны. В случае вооруженного конфликта, Лунные силы поддержат несколько хорошо оснащенных дивизий Фестралов. Мы будем защищать нашу новую принцессу любой ценой. В то же время, становится ясно, что величайшее зло в этом мире, Найтмэр Мун, возвращается. Самое время предупредить Селестию, если уже не поздно. Израненная и изредно уставшая Пёрпу Харт возвращается к своей принцессе для того, чтобы сообщить печальные новости. Сообщается о том, что нежелательная ячейка была найдена. И, судя по всему, подозрения идут к Луне. В то же время, наша Луна напевает веселые песенки и готовит очередные реформы. Но принцесса уже готова положить конец ее реформам. Новости распространяются, как лесной пожар, и страна бедленно, но верно превращается в пороховую бочку. Крики заполодили небо, когда десятки тысяч бэтпони поднялись в воздух. Тысячи лет назад они подвели Луну. Когда она нуждалась в них, и то превратилась в Найтмэр Мун. Теперь она заключена в тюрьму и нуждалась в их помощи. Они не подведут ее снова. От побережья до побережья крупные города заполнились толпами, которых никогда не было в истории Эквестрии. Когда бэтпони маршировали в знак протеста. Скандировали, блокировали правительственные учреждения и визжали в гневе. Год назад пони смотрели бы на все это со страхом, и некоторые все еще так делали. Но некоторые вышли маршируя в знак солидарности рядом с вестралами. В контрлоте у ворот дворца росла большая толпа, и стража нервно смотрела на происходящее. Ситуация стремительно накалялась, и гвардейцы уже не могли более терпеть. Кто-то выстрелил в протестующих, и с этого момента начался настоящий кошмар. Все листеи Твайлайт стояли, пока Луна оплакала на полу своей камеры. Это все время была она. Найтмэр Мун проникла в сознание Луны и собирала армию, пока Луна спала. Сестра Твайлайт, сделайте все, что нужно. Но было уже поздно. Королева Ночи возвращается в Эквестрию. Начинается гражданская война, которую еще не знал этот мир. Эквестрия и ее подданные разделены. Мы будем поддерживать Луну, и возможно, рано или поздно мы сможем одержать нашу победу. Как бы то ни было, наш выбор был сделан. Ставки рассчитаны, и пора начинать наше сражение за свободу. У нас с вами появляется новая, огромная ветка фокусов, и пока что мы можем либо модернизировать нашу армию, либо заняться новой эквестрийской экономикой. Хотя в условиях гражданской войны, конечно же, армия, наверное, будет иметь первостепенное значение. К сожалению, наши вооруженные силы оставляют желать лучшего. Гражданская война в Эквестрии начинается, и становится ясно, что Найтмармун вернулась в этот мир, ой, как надолго. События начинают раскручиваться с невероятной скоростью. Мы пытаемся организовать кое-где хотя бы небольшие котлы и уничтожить войска Селестии поодиночке. Но нам слабо удается реализовать задуманное. Все больше и больше территорий восстают, и очень многие присоединяются к нашему походу. Кто-то же выбирает свой собственный путь, за что мы не можем винить их в настоящее время. Величайшие ученые и светлые умы современности назовут эту эпоху эпохой раздробленности. Но сейчас нашей основной целью становится примитивное выживание и уничтожение наших ближайших противников. Ученики ночи встают на нашу сторону, и у нас появляется верный и преданный союзник в этой войне. Наконец-то наши южные рубежи защищены, и мы можем сосредоточиться на текущей линии фронта, которая серьезно сократилась. Хаос и разруха достигают своего апогея. Очень скоро все, кто присоединился к Селестии или объявил о независимости, пожалеют об этом. Но это будет в ближайшем будущем. Сейчас же основным нашим противником остается Селестия и Кристальная Империя. Нашей армии катастрофически не хватает вооружения, и пора бы опустошить все склады, которые у нас есть. Каждый уничтоженный отряд Селестии приближает нас к победе, и рано или поздно эта гражданская война закончится нашей славной победой. Мы потратили достаточно сил, но все-таки смогли реализовать котел. Это приблизит нас всего лишь на маленький шажок к победе, но такие сражения вселяют надежду в наши войска. Потери с обоих сторон просто катастрофические. Шаблоном армии не хватает гибкости, а наше военное командование на данный момент не готово принимать серьезные решения. Нам нужно как можно быстрее завоевать сердца и умы простых граждан, и поднять на восстание как можно большее количество людей. Но и добиться стабильности в текущих условиях также жизненно необходимо, ведь мы должны быть лучше, чем диктатор в лице Селестии. Во всяком случае, пока не закончим это кровопролитие. В свою очередь мы начинаем достаточно рисковый план операции и пытаемся реализовать еще один котел. Нам нужно добиться численного превосходства как можно более сжатые сроки. Именно поэтому рисковые планы операции всячески поощряются нашим верховным военным командованием. Нужно занять как можно больше узлов снабжения и лишить противника продовольствия. Очередной котел был реализован, осталось лишь стабилизировать линию фронта вокруг него и начать постепательное уничтожение живой силы противника. Это конечно не захват контрлота, но хоть какой-то успех нам все же сопутствует. В то же время мы продолжаем продвигаться вглубь территории неприятеля, и на этот раз все молодые боги возьмут в руки оружие и продолжат победоносной поступью идти к вражеской столице. В то же время наши южные союзники получают так необходимое им вооружение, а Найтмармун продолжает искоренять Селестийское сопротивление, постепенно восстанавливая порядок на подчиненных ей территориях. Удивительно, но Селистия гораздо менее эффективна в этой войне и несет тяжелые потери. Ее авторитет на международной арене был серьезно подорван, ну а наши войска тем временем начинают шести от контрлот. Конечно, нам вряд ли удастся занять столицу, но вот подпортить нашему противнику снабжение было бы очень и очень неплохо. Враг был не особо готов к такому повороту событий, и нам удалось взять еще три дивизии врага в окружение. Конечно, до победы было совсем далеко, но мы громились с Селестью практически на всех фронтах, реализуя все больше и больше возможностей, которые у нас были. Ну а в наших рядах пополнения все больше и больше пони стекаются под наши знамена и готовы с оружием в руках отстаивать свою свободу. Нам остается лишь уничтожить остатки сопротивления. Параллельно мы займемся обучением нашего офицерского состава, и совсем скоро мы поймем, что наши усилия не пропадут даром, ведь наша армия станет гораздо эффективнее. Наша высшая военная командование уже планирует очередной грандиозный план по освобождению земель Эквестрии. На этот раз мы возьмем в котел огромное количество вражеских поней и уничтожим их во что бы то ни стало. Результатом нашей плодотворной работы стало окружение огромного количества дивизий противников. Такой удар серьезно ослабит Селестью и, возможно, вынудит ее задуматься о перемирии. Наша армия, эта орда сейчас все больше и больше похожа на военный сброд. И хоть нас достаточно много, но нам не хватает людей, которые поведут их. Пора определиться с должностью Верховного Главнокомандующего. Ну и, собственно, пожалуй, молодая верная Селенита станет у руля нашей армии в этот темный час. Нам очень сильно нужны бафы к дектрине превосходства огневой мощи, а учитывая то, что игру перенесли на движок наустопбек, играть стало гораздо интереснее. Да, и, кстати, я особо не рассказываю об изменениях в игре, поскольку они точно такие же, как в Ноустебек. У нас появилось военное командование, железнодорожные пути и новая система снабжения. Ну, а если вас достаточно много, тех, кто захотят увидеть новые шаблоны с участием спецвойск именно в Эквестрии, то обязательно напишите в комментариях, и я, пожалуй, наверное, сделаю соответствующий гайд. В свою очередь же обязательно скажу, что воевать в этом моде стало гораздо интереснее и, возможно, чуточку сложнее, и конструктор дивизии теперь поистине интересный, поскольку теперь нам нужно учитывать ширину нового фронта. Да, возможно, это обновление нравится не всем, но нам теперь предстоит приспособливаться к текущим реалиям местности. Тем временем мы с вами довольно неплохо продвигаемся, и у врага уже не хватает дивизий для того, чтобы полностью покрыть линию фронта. Рано или поздно последние котлы будут закрыты, а наше продвижение уже будет не остановить. Мы начинаем продвижение ключевым точкам и опорным пунктам противника, надежден на то, что очень скоро Селестия выбросит белый флаг и признает могущество Найтмар Мун. Невзирая на минуту своего триумфа, она понимает, что ей предстоит еще очень и очень длинный путь. Скайфолл, в свою очередь, соглашается на торговлю, и новые партнеры как никогда важны в этом новом мире. И к тому же нам нужно выполнять обещания, данные народу. Именно поэтому мы начнем развивать нашу промышленность семимильными шагами. Остаются считанные дни, может быть месяцы до нашего триумфа, но Найтмар Мун не останавливается на достигнутом. Мы будем готовиться к войне и в мирное, и в военное время, и рано или поздно сможем поставить под ружье достаточно большое количество паней. Кстати говоря, мне интересно, что станет Селестией в этом новом мире. Итак, Эхвестрия капитулирует, и Лунная Империя получает под свой контроль огромное количество территорий. Ну и параллельно мы, я так понимаю, еще и нашего союзника аннексируем. Хотя нет, ученики ночи пока что находятся в руле нашей марионетки. Победа! После долгих столетий ожиданий во тьме, Ее Величество вернулось. На своевременной столице Майнхэттене, Императрица Луна Империи Найтмар Мун обратилась к своим новым подданным. Все СМИ передали ее краткие и четкие всем понятные слова. Мои подданные пони, земель Эквестрия, Власти моей слабой и лицемерной сестры пришел конец, И отныне ночью будет царствовать на этих землях. Всем, кто осмелится и усомнится в ее власти, Она скажет лишь одно, У них ничего не получится, и они ничего не добьются. Ее сестра в своей слабости показала, Что прощение идет лишь на пользу нашим врагам. Она не будет совершать этих ошибок, И будет защищать свою империю любыми средствами. У новых подданных будет выбор, Преклонить колено или продолжить сражаться на стороне неудачников. Да, ситуация в нашей стране меняется кардинальным образом, Но в любом случае, да здравствует новая императрица. Теперь у нас с вами, дорогие друзья, Открывается новая центральная ветка вокусов, Которая позволит нам изменить ситуацию в нашей стране. В лучшую или худшую сторону покажет лишь время. Но прохождение, которое будет следующим, уже обещает быть интересным. Очень скоро наша императрица переедет в свою новую резиденцию. Она должна стать бастионом величия нашей новой империи. Ну а нам с вами пора пересмотреть давно забытую сказку о двух сестрах, И внести в нее свои коррективы. Совсем скоро все очень сильно изменится. Ну а я предлагаю вам принять решение по поводу того, Какой же станет наша новая императрица. Пойдет ли она по пути жестокого тирана, Или попытается смягчиться. Ну и вроде как здесь есть вариант придерживаться золотой середины, Но в конечном итоге решать все равно вам. Спасибо всем, кто смотрел. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Ну и не забывайте про вкладку сообщества, Там постоянно проходят новые опросы. Особе как обычно был Ямл Варгейминг, Играйте только в хорошее. До новых встреч, пока ребята.